Витаем вас, здравствуйте, мы фон Чеденники Вины, я Гусь Богдан. Мы хотим сегодня с вами обсудить потери русской и российской армии в войне в Украине. 21 век, война в центре Европы, русских и российских людей погибло в войне в Украине более 140 тысяч солдат и офицеров. Много это или мало? С чем сравнить правдивые ли цифры, как их подтвердить или опровергнуть? Давайте к примеру сегодня с вами сравним эти цифры с бурей в пустыне, с операцией Соединенных Штатов и союзников против государства Ирак, которое до этого напало и захватило государство Кувейт. Собралась коалиция, привезли оружие, солдаты провели специальную военную операцию по освобождению Кувейта от оккупационных сил государства Ирак против знаменитого Саддама Хусейна. Операция «Буря в пустыне» началась с воздушной бомбардировки Ирака 17 января 1991 года и завершилась освобождением Кувейта под руководством американцев 28 февраля 1991 года. На первом этапе в ходе воздушной наступательной операции планировалось нанести массированные удары по ключевым объектам и войскам на территории Ирака и Кувейта, подавить систему ПВО, завоевать господство в воздухе, дезорганизовать систему государственного и военного управления, нанести максимально возможный ущерб южной группировке иракских войск. На втором этапе в ходе воздушно-наземной операции предполагалось обходящими силами сухопутных войск и морской пехоты при одновременной высадке в тыл многочисленных оперативных и тактических десантов окружить и уничтожить по частям группировку иракских вооруженных сил в Кувейте и на юге Ирака. Российское общество, российские пропагандисты все время пытаются теоретически повоевать с НАТО, повоевать с Соединенными Штатами, все время пытаются показать, что они что-то могут, что у них есть новые виды вооружений и вот если бы они ух да ах и вот они все время пытаются выставить, что и сейчас на территории Украины они воюют с НАТО. При этом есть вот к примеру операция «Буря в пустыне», когда Соединенные Штаты разгромили на голову армию Саддама Хусейна. Саддам Хусейн был вооружен оружием Советского Союза, это самолеты из Советского Союза, танки, БТР, автоматы, все было из Советского Союза. И вот результаты. Соединенные Штаты провели специальную военную операцию, освободили Кувейт, разгромили армию Саддама Хусейна и потеряли 300 своих солдат и 36 единиц бронетехники. Если мы разделим 300 солдат на 36 единиц бронетехники, мы получим 8 солдат на 1 бронетехнику. Теряет армия США или НАТО, США это ведущая, мощнейшая страна в НАТО, вот у них такое соотношение. Мы округлим, пусть будет 9. 9 солдат и офицеров на 1 бронетехнику теряли Соединенные Штаты в операции «Буря в пустыне» против государства Ирака. Вся техника России, которая на сегодня потеряна в войне в Украине и которую можно приравнять к броне единицам, составляет 12 с половиной тысяч единиц. Вы скажете нет, вы там подтасовываете, вот там есть цифра 9700, это танки, ББМ. Но хочется сказать, что ведь война применяет и другие броне единицы. Это САУ, это ПВО, всякие бронированные специальные машины, это всякие машины РЭБы, вокруг которых есть обслуживающий персонал, которые тоже там как-то бронированы. Это специальные инженерные машины по копанию окопа, по обустройству укреплений, по разминированию, вот по переправам через реки, овраги. Вот в Украине идет широкомасштабнейшая война, поэтому очень много самой различной бронетехники применяется, не только вот просто так танк и там БТР. Вот поэтому есть другие виды машин, которые можно все собрать в одну кучу и получим 12500 самых различных бронемашин. Было уже потеряно Россия и войне в Украине. Умножим на 9, получим 112500 тысяч солдат и офицеров. Должна была потерять Россия или армия США, если бы она потеряла столько брони единиц. То есть эта цифра очень близка к цифре 140 тысяч, которую называет украинский кенштаб. Ирак. Ирак это была полностью копия армии Советского Союза, потому что военных обучали иракцев в СССР. СССР советники вооружали Ирак, снабжали Ирак. Вот Саддама Хусейна и все виды танков, и ракет, и самолеты, и вертолеты. Все Советский Союз передавал наружение Ирака. Вот армия Саддама Хусейна потеряла от 1800 до 3700 танков и БТРов БМП от 522 до 2400. То есть они даже потеряли меньше, чем танков. Вот может быть просто бронетехника ездит очень быстро, они сели в бронемашины и удрали из Кувейта. Вот. Вот возьмем минимальное количество 1800 танков, прибавим 520 ББМов, получим 2320. Если сложим максимальные цифры, 6100. Вот. Будем считать, что 2320 это было уничтожено, а 6100 брошено технике, поставленной СССР. Вот. Википедия выдает 35 тысяч убитых солдат и офицеров Ирака, 35 делим на 2, 320. Получим 15 солдат на одну броню единицу. Если мы 9700 непосредственно танков и БТРов, которые погибли в войне в Украине, умножим на 15, мы получим 145 500. И вот мы с вами только что подтвердили правильную цифру, публикуемую украинским генштабом. Украинский генштаб публикует 140 тысяч, не менее 140 тысяч погибло. Если возьмем все, что можно отнести к броне, 12500 умножим на 15, мы получим 187 500. Вот эту цифру публикует разведка США, что более 180 тысяч российских русских солдат и офицеров погибло в войне в Украине. Эта цифра названа разведкой США. По Орикс 5600 броне единиц умножим на 15, получим 84075. Но это Орикс, он все смотрит по фото, видео с доказательствами и так далее. Вот сегодня такой короткий подсчет по буре в пустыне. Украина выстоит и победит, точно так же как Кувейт не дали в обиду союзники и освободили. Точно так же за Украину вступается Соединенные Штаты и коалиция, которая точно такая же была и при освобождении Кувейта. Слава Украине! Героям слава! Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу потерь, военных конфликтов. Пишите ваши замечания, предложения, мы их рассмотрим и сделаем какие-то еще, ну рассмотрим другие сравнения с другими битвами и сражениями. Субтитры сделал DimaTorzok